В последние годы и события в последних лет создали некой проверкой на прочность организации ОДКБ, так можно назвать всем нам известный кризис вокруг Наборного Карабаха, также во мне, в Сусполе и Казахстан, ну и, конечно, последние кризисные события в Восточной Европе, которые обнажили очень многие проблемы ОДКБ, которые были актуальны всегда, но сейчас, наверное, изначально еще сильнее повысилось. Особое внимание на них обратил юбилейный саммит организации, прошедший 16 мая в Москве, а также некоторые события, предшествующие ему. Обычно такая платформа существует для того, чтобы представители, члены, члены организации могли бы в некотором смысле сверить свои часы и гармонизировать в известной мере свою внешнюю политику для того, чтобы она больше соответствовала ценностям и задачам организации. Но, тем не менее, сложно сказать, что на саммите 16 мая это было полное мере реализовано. Так мы видим, что представитель каждого государства в той или иной степени пытался освещать те вопросы, которые характерны, уникальны именно для того государства, которое нас представляет. Так, например, представители России и Беларуси, естественно, говорили главному спросу о ситуации вокруг Украины, и Восточной Европы, а также о том, как можно предстоять социально-секционной кампании против России и Беларуси и коллективно, индивидуально. Представители стран Центральной Азии застряли внимание на Арменистане и потенциале дестабилизации, которая может исходить за стороны, в связи с тем, что там власть знамела запрещенная организация «Талибан». Вторим, как Армения в лишний раз напомнила о том, какие именно обязательства членов ДКБ имеют в отношении Еревана, в том случае, если стране измне угрожает угроза дестабилизации или нарушения территориальной целости государства. И все это, разумеется, не должно вызывать удивление, так как сегодня, если интересы членов организации во многих властях не совпадают, то говорить о единственных опасениях можно только на более глобальном уровне, что много выходит за пределы компетенции ДКБ. В итоге мы получаем достаточно простивычную ситуацию, при которой каждый подписан договор о претивной безопасности принимает его ДКБ в первую очередь как инструмент решения собственных вопросов, а также как некую настройку, которая может решить вопросы коллективные. Время относительной глобальной стабильности можно говорить о том, что эти противоречия не столько в отловальной поверхности, не стали столько острыми, потому что государства в большей части имели возможность и достаточно ресурсов для того, чтобы решить собственные внутренние проблемы самостоятельно, без вмешательства извне и без помощи организации договора претивной безопасности. Более того, события января 2022 года в Казахстане во многом продемонстрировала эффективность работы ДКБ, а также в уровне координации, оперативности и умиротворческого контингента, который до этого ни разу не применялся на практике. Участие на творческих сил ДКБ в регулировании внутреннего кризиса Казахстана продемонстрировало, что организация действительно способна осуществлять задачи, для которых она обласована. Несмотря на ограниченно использованных сил, успешное восстановление порядка республики, существенно приняло престиж ДКБ, как во всем мире, как и среди государства, его члены. Но, тем не менее, я думаю, что в преддевременно говорить о том, что успешная работа творческого контингента в Казахстане может ознаменовать начало некого тренда по понятию престижа или легитимности ДКБ. Особенно хорошо это заметно на фоне глобального кризиса баланса сил в мире, начало которого стал конфлик в конце 2022 года в Восточной Европе. Фактически, при расстоянии между Россией, Белоруссией и коллективным западом поставил ДКБ на порог причинок кризиса, добавив новый пакет угроз, опасностей к тем, с которыми уже сталкиваются государства-члены. Если раньше в организации основную роль гарантов с опасностью дала Россия, то отвлечение некоторых экономических и военных мощностей Москвы на карте и Западом значительно уменьшает их потенциал заниматься защитой интересов других государств. Но при всем этом, конечно же, невозможно говорить о том, что в ближайшем будущем Россия потеряет возможность выполнения своей функции в рамках ДКБ для решения большей части внутренних проблем членов ДКБ отребуется привлечение ответственно скромного жилья этого контингента, который Россия вполне может задействовать, не ставит угрозу свои суверенные интересы. Так, как мы знаем о поддержке Казахстана, потребовалось привлечение протворческого инцидента в размере всего лишь 2,5 тысячи человек, большая часть которой была представлена российскими наслужщиками. В основном, можно вполне себе позволить задействование такого количества сил, при условии, что такие операции не принесут для России затражен на долгосрочном увлечении в конфликт, с которым может не быть простого выхода. Однако, занимающийся кризис вокруг города может сильно поменять настроение в области России, заставить Москву с позже осторожностью убирать какие-либо конфликты она готова вмешиваться, где она готова принимать участие. Будучи центральным элементом творческого потенциала ДКБ, Россия играет ключевую роль в обеспечении ее способности организации и выполнении ее ключевых задач. Любое ослабление ее военной мощи становится прямым ударом также по ДКБ всем его членам, возможности которого оперативно реагировать на возникшие угрозы значительно сокращаются. И пока что, конечно же, сложно сказать о том, какой именно эффект кризис в Восточной Европе будет иметь как для России, так и для организации в целом. Я полагаю, что это будет зависеть от того, во-первых, сколько продлится активная база конфликта, а также какой именно экономический урон смогут, экономические санкции и в целом давление США и коллективного запада, и в России. Ну и зависимо от того, сколько именно активная база конфликтов будет продолжаться, уже сейчас можно говорить о том, что кризис продолжит требовать сохранения существенной доли российского прецензента на его западной границе, а также, что санкции будут иметь ощутимый и, по-моему, некоторый мегативный керп на экономику в России, так и для России. На фоне различных сложностей перед ДКБ стоит компенсионная задача поиска такой стратегии развития организации, которая даже в условиях разобщенности интереса к членам, а также временное восстановление стратегии элемента организации сможет сохранить не только гравимортический потенциал, но также и организацию под ДКБ, но также и организацию под ДКБ. Если санкции ЗКБ с НАТО, то есть другим границам и альянсам, то можно, в принципе, выделить некоторые проблемы, которые характерны, а будут границам и альянсов, а также заведующие некоторые уроки о том, какие цели проблемы могут делать, в том, что они не могут подойти к их решению. Несмотря на то, что в севере практически альянс поставлены на тремя десятковые страны, удается сохранить некое единство, позволяя организации совместно осуществлять внешнюю политику, даже в тех случаях, когда члены организации юридически не обязаны действовать в соответствующем опыте. По-моему, это осуществляется за счет мягкой силы коллективного Запада, выраженного липеральной парадигмы, которая стремится в той или иной степени придерживаться большей части членов НАТО, и даже не всех. Это хорошо заметно в взятии настоящего кризиса вокруг краины. Даже ущерб своим интересам, многие члены альянса приняли решение по теме экономическую конфронтацию с Россией и руководствуют при этом, главным образом, некими идеологическими соображениями. К счастью, на сегодняшний день ГРДКБ не располагает аналогичную парадигму, которым было бы обеспечить сплоченность государств-членов, даже ущерба к суверенным интересам или экономическим интересам. Можно заметить, как некоторый кризис стран-члены организации воспринимают себя как сугубо личное дело, сугубо личные проблемы, а предложение коллективного путешествия возникшим угрозам отвергаются. Это способствует построению атмосферы взаимного недоверия членов НАТО, а также разобщению интересов ее участников. В итоге складывается такая ситуация, при которой члены не воспринимают себя как истинный фронт сопротивления общим проблемам, но фокусируются на сугубо личных краткосрочных интересах. Это способствует подрыванию фундамента ДКБ как союзу коллективной безопасности, что в условиях нарастающего глобального кризиса может существенно подорвать жизнедеопособность организации. При ДКБ таким вот состоит нелегкая задача выработать коллективные мягкие силы, которые способны объединить государства-члены на некоем новом идеологическом уровне. И в качестве второй слабой стороны ДКБ я бы выделил некоторые юридические моменты его устройства и устройства его механизмов. Обношение ДКБ соорудировано таким образом, что интерпретация момента возникновения обязательств, это же условие возникновения обязательств, намного зависит от суффективного взгляда государств-членов. Одну ситуацию можно наблюдать, например, в случае обращения армении за помощью к членам ДКБ, а также во время стабильности в Кыргызстане. Обложение договора противных безопасностей дает исчерпывающего описания условий, через которые необходимо даже возникать обязанности применения миротворческой силы другими членами ДКБ. Неэффективная работа организации, а в первую очередь мы знаем этим точным фунтаментом, корректирующим выполнение ее главного предназначения, то есть обеспечения безопасности и стабильности всех ее членов. На сегодняшний момент формулировка обязательств членов ДКБ позволяет им пренепрепятствовать обязательствам в отношении других членов в случае необходимости, что порождает сомнение относительно ее эффективности и осуществления сообразности ее дальнейшего существования. Сохранение союза коллективной безопасности будет во многом таким образом зависеть от возможности ДКБ создать такую правую систему, которая гарантировала бы реальное выполнение ее членами взятых на их обязательств. Таким образом можно сказать, что настоящий глобальный кризис стал нелегким испытанием для ДКБ, внутренним смыслом стал катализатором всех тем проблем, которые на протяжении двух десятилетий так и не были решены прямо в рамках оборонительного альянса. Для обеспечения существования ДКБ в его положительном, в существовании его в целом, потребуется определенная пересумба для некоторых злоснов, что означает быть весьма непростым предприятием. Члену ДКБ предстоит выработать совместный аналог мягкой силы США, способность платить членов в альянсе даже в свете изделания уникальных проблем, а также может быть неким уронным экономическим интересам. При этом организация должна реформироваться таким образом, чтобы каждому члену была гарантирована реальная помощь со стороны других участников альянса в случае угрозы и безопасности. Таким образом ДКБ ответит на все эти вопросы, зашли эти проблемы, он мог определить судьбу ДКБ как альтернативы зерно-фактическому альянсу в ближайшем будущем. Спасибо вам за внимание.